Поддержка программы «Кировский кирпичный завод». Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. 13.07 в Кирове. Начинается программа «Интервью». Сегодня интервью, а не особое мнение. И гости у нас сегодня особые. Светлана Шумайлова, заместитель главы администрации города Кирова. Светлана Витальевна, здравствуйте. Добрый день. Мы нашим слушателям обещали, правда, заманить вас в дневной разворот, а не в интервью, чтобы они могли звонить и задавать свои вопросы. Но, тем не менее, функция эта остаётся. Хотя в интервью мы звонки от слушателей не принимаем. Тем не менее, вопросы нашей гости можно задавать на сайте эхокирова.ру в форме анонсов, либо посредством смс на номер 8909-720-101-0. Чуть не забыла. Пожалуйста, мы ждём. Ну, а, собственно говоря, тема-то, какая у нас может быть тема в преддверии 1 сентября? Конечно, старт нового учебного года. Светлана Витальевна, ну, не знаю, давайте, наверное, со школ всё-таки начнём. Да, степень готовности, сколько школ, сколько первоклассников, сколько всего учеников. Да, старт нового сезона и учебного года, и творческого сезона. К первому сентября готовятся не только школы, без сомнений, всё дополнительное образование, школы искусств, и спортивные школы, и школы общеобразовательные. А их у нас 57 муниципалитетей. Это и лицеи, и гимназии, и просто школы. Они на сегодняшний день все готовы к приёму детей. Если чётко по цифрам, то есть 57 школ, 54 подписаны уже всеми контролирующими органами и ждут детей. Две школы с небольшими замечаниями, надеемся, будут подписаны сегодня, так как замечания устранены. И до 1 сентября, я думаю, что завтра или послезавтра, у нас будет подписана 32 школа. Это школа, где был очень большой ремонт, связанный с реорганизацией пищеблока, строительством нового пищеблока. И это огромная работа, которую мы провели тоже за летний период. А сейчас просто новое это помещение должно принять? Да, абсолютно новое, с новым оборудованием. Вот как раз мы к самому 1 сентября это сделаем. И школы у нас будут готовы. 50 миллионов рублей было потрачено на оборудование и ремонт наших школ в этом году, для того, чтобы мы смогли сдать школы к 1 сентября. В этом году в школу пойдут 6200 первоклассников и более 50 тысяч детей. То есть, если быть более точными... Это вместе или 50 тысяч, это вместе с первоклассниками? Вместе с первоклассниками 5406 человек. Мы 50 тысяч, 406 человек. В них 6200 это первоклассники. На сегодняшний день мы, ну как инновация этого учебного года, мы, знаете, уже не раз говорили о том, что впервые за 20 лет открываем новую школу в микрорайоне, Зиновую школу номер 11. И творческий сезон, и учебный год готовы начинать, поскольку, что касается зданий и сооружений, и материально-технической базы, все готово к приему детей. Хорошо. Тогда такой вопрос. Скажите, вы про проверки, когда говорили, упомянули, что все замечания там устранены. Какие были замечания? Замечания очень разные, да. Это от самых простых, например, поскольку органы, особенно Пошнадзора, очень четко контролируют все детали. Это и доводчики у дверей, это и правильность освещения в кабинетах, это запасные выходы, чтобы легко и дойти к ним, и никакого загромождения на пути не было. То есть вот такие вещи. Схемы эвакуации, да, обязательно. Очень важная это противопожарная система. У нас АПС мы заменили в 11 школах в этом году новую. Ну, во всех школах есть система, но мы поставили новую в том числе, и планируем эту работу продолжать дальше. Поэтому вот такого уровня были требования, которые мы, конечно, исполнили для того, чтобы детей принять к первому сентября. Но пожарные сказали все. Все хорошо. Да, конечно. Вперед в новый учебный год. Подпись ответственных лиц, контролирующих органов, это гарантия того, что на сегодняшний день школы готовы к приемке детей. Светлана Витальевна, вы сказали, 50 миллионов рублей было потрачено на подготовку, да, на приобретение оборудования школ. Что за оборудование? Оно появится только в школе новой, микрорайоне Зиновы или еще где-то? Нет. Я имела в виду оборудование. Оборудование, в частности, это технологическое оборудование для пищеблоков. Их ремонтировали этим летом довольно активно. Да, 45-я, 32-я школа, где полностью было переоборудование. Оборудование школьное, это, конечно, сумма сверх этой. Это в основном ремонтные работы, это какие-то декоративные работы, это, в том числе, два оборудования. Это пожарная сигнализация, система оповещения, ремонт эвакуационных выходов, то, о чем я говорила. На оборудование в школу микрорайона Зиновы было потрачено 87 миллионов рублей. А, ну понятно. Это отдельная статья вообще. Это очень четкая задача, которая поставлена федеральными органами. Мы можем приобретать то оборудование, которое в рамках единого приказа для всех вновь строящихся школ по этой программе. То есть там все четко прописано. Там какие стулья, какие кресла, какие столы. Именно такое оборудование мы и приобретали. На одного ребенка, по мнению представителей Министерства образования и науки, должно 178 тысяч рублей на оборудование в новой школе. Но мы чуть дешевле обошлись, потому что, понятно, торговали все в рамках 44-го закона, и эта сумма немного снизилась. Иначе 178 тысяч на одного ребенка, тысяча учеников, 178 миллионов на оборудование школы должно быть. А все-таки тысяча человек пойдет 1 сентября или 750? Там говорилось, что поменьше немножко будет. Да, конечно. Коместимость школы тысяча. На сегодняшний день, то есть по проекту, школа может принять тысячу человек в одну смену. Соответственно, мы понимаем, что вряд ли родители 11-ти классников поведут в новую школу своих чад. То же самое 9-ти классников, у которых... Выпускные классы. ...государственная аттестация. Поэтому 755 человек у нас было на вчера, но заявления идут каждый день. До сих пор? До сих пор, да. Ничего себе. Я думаю, все уже определились. Мы принимаем их прямо до 1 сентября, поэтому мы предполагаем, что в 11-й школе могут появиться еще до 800 детей. То есть это как раз такой достаточно большой набор, который мы предполагали будет в этом микрорайоне, потому что тут, конечно, очень востребованное место для школы. А это вот все-таки ребята только с местной пропиской или есть из других районов города, например? Ну, мало ли, вдруг кому-то хочется в новой школе учиться. У нас есть из других районов города. То есть это не запрещено? Ну, если в классах есть места. То есть единственное основание для отказа – это полный комплект класса. Поэтому там, где ребята, родители принимали решение, допустим, возить детей по дороге на работу или еще по каким-то иным причинам, мы тоже рассматривали индивидуально и таких детей брали. Мы очень разгрузили 70-ю школу, где была учеба во вторую смену, была очень активна. И сейчас целыми классами дети переходили, и около 300-350 человек прямо классами перешли из 70-й школы. Это и удобно, и по месту жительства. Ну, все уже подружились. Все уже вместе с учителями еще, небось, перешли. Есть те, кто вместе с учителями перешли. У нас подобрался, на мой взгляд, хороший кадровый педагогический состав в 11-й школе, поскольку был даже конкурс. И надеюсь, что эта школа заработает в полную силу и даст то, что ждут и родители, и ученики. Много ли там учеников в классе? В классах? По 25 человек. В 11-й школе по 25? По 25 человек. А в остальных школах города? А в остальных школах города по-разному. Есть где норма 25 человек, есть где с превышением 26-27, где-то 28 человек есть такое. Понятно, мы строим сейчас школы и будем строить в новых микрорайонах, но в самой федеральной программе, в рамках которой мы строим и школу Зинова, и Вурванцева школа, которая уже, ну, вы видели, коробка готова, все три этажа уже, спортивный зал строят. Вот в рамках этой программы есть, на мой взгляд и на взгляд моих коллег, очень хороший подраздел, это строительство пристроев к школам. И у нас обозначены 15 площадок, 15 школ, в рамках которых мы хотели бы построить пристрои, ну, прямо по месту жительства для ребят, чтобы увеличить количество мест. Вот об этом мы сейчас поговорим подробнее, после небольшого перерыва, полминуты вернемся в студию. Мы возвращаемся в эфир, напоминаю, что в гостях у нас Светлана Шумайлова, заместитель главы администрации города Кирова, да, простите, немножко запуталась. Продолжаем говорить про старт учебного года нового, вопрос наполняемости классов, вопрос наполняемости школ, да, на этом остановились. Вы сказали про 15 пристроев к школам, я так понимаю, речь идет все-таки о центральных районах, да, потому что в новых все-таки предпочтительнее, так вот, ну да, программа строить. Ну, это не только новые микрорайоны, это, конечно, и центральный АРАС, это и микрорайон Филийки, это микрорайон Дружбы, то есть... Обжитые районы. Да, да, где необходимо, там, дополнительное количество мест, есть территории, то есть школы у нас, к счастью, имеют большие территории, и есть возможность построить там пристрой, и это для всех удобно, не создавать новое учреждение, а расширить просто работу учреждения уже существующего. Ну, я вот должна сказать, я училась в 58-й школе, и я знаю, что 58-я школа есть в списке тех школ, где собираются по возможности, да, сделать пристрой. У нас была эта тема, мы разбирали как раз ее с депутатами городской думы, вот был вопрос, не очень понятно, ну, понятно, при школе есть территория большая, да, но вот возле 58-й школы территория позволяет там, да, сделать пристрой, либо на месте местного, вот приусадебного участка, который сейчас не очень активно используется, да, либо вместо спортивного поля. Чуть-чуть? Нет, мы... Откусить от стадиона? Нет, задача трех уроков физкультуры, которая стоит перед школами, конечно, развитие спорта, вы же видите, мы дополнительно в городе строим эти спортивные площадки, специально новые, оборудованные для того, чтобы и население, и школьники могли заниматься. Да, и школьные стадионы тоже используются, не только школьниками. Школьные стадионы, абсолютно верно, поэтому задача там как-то ущемить спорт, конечно, не стоит. Естественно, это все рассчитано по каждой школе, где может быть этот пристрой, и этот пристрой будет на том месте, где возможно сделать это, не ущемляя там спортивную составляющую. То есть это точно не за счет спортплощадок, стадионов там, пришкольных каких-то? Нет, конечно, нет. Отлично. Хорошо. Вот еще один вопрос, который касается тоже, наверное, наполняемости классов, потому что, как я понимаю, ну, хороший такой способ, да, сделать меньше человек в классе и разделить на первую-вторую смену. От второй смены есть задача уходить, сделать так, чтобы дети учились только в первую смену. Наши слушатели звонят с вопросом. Ребята, хорошо, мы сделаем первую смену во всех школах города. Что будут делать учреждения дополнительного образования? Они-то тоже рассчитаны на определенное количество посещающих, и тоже там дети в свое время делились. Кто-то утром ходит, кто-то вечером. Да, этот вопрос очень простой. Он уже оговорен на федеральном уровне, и уже седьмой год мы понимаем, как это будет происходить. У нас на сегодняшний день во всех школах введены федеральные государственные образовательные стандарты, в рамках которых сама школа предоставляет услуги дополнительного образования. Поэтому, если на сегодняшний день при ситуации, когда школа работает двухсменку, у нас всего семь учреждений дополнительного образования, и чаще всего они заключают соглашение, и эту часть ФГОСов выносят в доп. образование, то в случае, когда школы будут учиться все в односменку, и школа, и учреждения дополнительного образования будут работать на дополнительные услуги для детей. Поэтому никто не останется ни без работы, у всех будет эта работа, то есть она будет просто, временные рамки ее пересмотрены так, чтобы было удобно. А вместимость? Вместимость кабинетов? Вместимость кабинетов где? В учреждениях доп. образования. Еще раз. А, вы сейчас при школе говорите? Да, я говорю о том, что дети сейчас, имея две смены, идут в систему доп. образования. А когда будет односменка, они могут получать те же услуги на базе самой школы. Прямо в школе? Да, поэтому они разделятся. Ведь доп. образование, это сейчас уже у нас, оно более предпрофессиональное. Кто для себя видит будущую профессию, связанную, например, с танцами, хореография, танцы, они, конечно, будут ходить в те профессиональные коллективы, которые уже сформированы на базе доп. образования. Но если ребенок ищет себя, он ходит в один кружок, второй, третий, если он хочет в этом году получить одни навыки и знания, потом другие, что абсолютно нормально для этого возрастного периода, то они могут это делать на базе школ. Поэтому тут беспокоиться точно не надо. Мы понимаем, что мы обязательно сохраним систему доп. образования. Более того, концепция развития системы доп. образования такова, что ее выбирают все больше и больше школьников. Мы думаем, что и дублирование определенное, но если удобно маме, допустим, привезти ребенка в школу и во вторую смену он остался на кружке здесь же, в этой же школе, он там и останется. Не надо возить по городу его. А если они выбирают что-то такое очень своеобразное, например, мы говорим о системе всей дополнительного образования, если, как пример, школа классического танца, балет, который есть у нас, например, в Доме культуры Космос. Если ты для себя это выбираешь, то без сомнения ты будешь и возить ребенка и делать так, чтобы предпрофессионально он рос. Поэтому это выбор детей и родителей, возможности эти мы предоставляем. Хорошо, в таком случае уточняющий вопрос насчет стоимости дополнительного образования. Платно, бесплатно, если платно, то, я так понимаю, что не очень большие деньги. На самом деле очень хотелось бы развенчать миф, и я уже не первый раз об этом говорю, что все дополнительное образование платно. Отнюдь, абсолютно нет. То есть все дополнительное образование, отрасли образования в основном бесплатно, потому что это муниципальное задание, которое мы даем своим учреждениям, которые и предоставляют услуги населению. Есть кружки, секции, в том числе спортивные секции, где, например, затратная форма, например, какая-то спортивная или еще что-то, и в этом случае занятия бесплатные, но родители участвуют в приобретении формы. Но в том числе есть и платные образовательные услуги, которые утверждены, расценки, конечно, небольшие, и они возникают по потребности самих родителей. Давайте пример приведем. Что это могут быть за занятия? Это занятия, например, с логопедом. А, ну это, конечно, это прямо вот очень специальная такая вещь. Да, это занятия, например, какие-то узкопрофильные, например, там, ну, бизоня на коклюшках, плетение кружева на коклюшках. Между прочим, хороший, мне кажется, навык. Да, ну, на самом деле мы идем всегда от родителей, потому что иначе сфера доп. образования и не может работать. То есть то, что будет востребовано, то и пытаемся предлагать. Но все доп. образование и все доп. образование в отрасли культуры и спорта на сегодняшний день, конечно, все востребовано. У нас, как правило, не бывает свободных вакантных мест в таких вот кружках. Мне кажется, это очень как бы объяснимо, да, с точки зрения и родителей, не знаю, даже и педагогов, потому что ребенок-то занят. Это очень хорошо. И болтается на улице. Без сомнения. Но кроме этого, они получают конкретное знание, умение и какой-то определенный свой коллектив, корпоративный дух. Новые друзья, опять же. Есть такие танцевальные или там хореографические или вокальные коллективы, которые живут единой семьей и вот так вот, как с первого класса начинают и в одиннадцатом не могут расстаться. Я знаю, у нас их очень много в городе. У нас вообще очень танцующий и поющий город. Это все отмечают приезжающие эксперты высокого уровня, потому что и качество вокала и хореографии очень высокое, и коллективы очень стабильные. Ну, мне кажется, это такая системная работа, наверное, сказывается. И то, что есть кому передавать опыт. Хорошо. Еще одна тема важная, которую мы тоже должны поднять, это кадровый вопрос. У нас есть смс от нашего слушателя. Немножечко попозже его задам. Сообщалось, по-моему, несколько дней назад о том, что, в принципе, укомплектованы кировские школы учителями. Вот вы говорите, что в одиннадцатой школе даже конкурс был, да? Среди педагогов. Ну, кадры... Что у нас с кадрами? Значит, кадры. Ну, у нас сегодня 3136 педагогов. И нам не хватает, ну, по-хорошему, 90 педагогов на весь город. Это педагоги, то есть есть вакансии учителей начальных классов, иностранных языков, математики и русского языка. То есть динамика положительная. У нас сейчас больше идет и молодежь по профилю, когда закончат университет. А вот соотношение мы можем назвать, да, примерно? Все-таки учителя такие... Я знаю, просто моя классная руководитель работала там, вот уже за 60 ей было, и она все равно работала в школе, да? Я могу сказать точные цифры. Например, учителя стаж работы менее 5 лет, это из 3367 человек. 10% получается. Да, 5-10 лет тоже 383 человека, тоже 10%. Стаж работы 10-20 лет, это 802 человека. И более 20 лет, это 1500 педагогов. То есть все равно стажисты, то есть от 40 лет и старше педагоги, они сохраняют и место работы, и сохраняют свою уверенность работать в школе. Но молодежи стало больше в последние годы? Молодежи стало больше. Это тоже системная работа и с нашим опорным университетом по ориентации тех, кто учится на педагогических специальностях, на работу в школе. И желание молодых людей на сегодняшний день тоже очень много, идти в школу тех людей, которые прошли общественные организации. Мы видим в связи с тем, что у нас на территории города действуют общественные организации, такие, ну очень известные, такие как ДИМСИ, ЮКОНА, Российский союз молодежи, Перспектива. Сейчас вот Российское движение школьников. То есть вот эти организации в системе нам поставляют такие педагогические кадры. То есть те ребята, которые, занимаясь в волонтерских организациях, прошли школы-организации и видят для себя дальнейший путь, путь какого-то просвещения, они идут в университет и получают педспециальности. Мы видим, как эти ребята возвращаются к нам в школу. Но все-таки они, получив педагогическую специальность, уже идут направленно работать в школу, да? Да, да. Хорошо, в таком случае у меня вопрос. Вот новая программа, которую нам анонсировали буквально на прошлой неделе, да, открытие Центра трудоустройства выпускников, да, и губернаторские стипендии для тех ребят, которые готовы подписывать соглашение. Я так понимаю, оно будет четырехсторонним. Предприятие, ВУЗ, правительство области. Вот четвертая сторона, это, видимо, сам выпускник, да, который подписывает документ, получает до 4 тысяч рублей ежемесячно плюсом к основной стипендии, вот, и выбирает какую-то специальность важную, и потом по этой специальности идет работать. Как вам кажется, вот кадровый вопрос в сфере образования, там, привлечения молодежи, это поможет улучшить, да, вот, реализацию всех этих вещей? Ну, на мой взгляд, любые механизмы закрепления, они могут иметь место быть. Другой вопрос, что мы бы хотели, конечно, в педагогике получить отличные кадры, то есть тех людей, не просто те, которые согласятся остаться, да, а тех людей, которые, там, станут истинными педагогами и останутся затем в школе. Поэтому педагогическая специальность, ну, это особые такие люди, и даже те, кто поступают первоначально и не идет работать в школу, да, это люди с определенными качествами личности, и нам бы хотелось, конечно, чтобы их было больше, и они возвращались. Есть, пробовали на уровне и области, и города много механизмов закрепления. Но вот раньше была губернаторская стипендия для стобальников, да, то есть мы лучших оставляли. Да, это да, это, на мой взгляд, очень важно, и все-таки лучшие из лучших, когда приходят в школу и отдают что-то детям, ну, я все про свои педспециальности, это, конечно, очень хорошо. Но те люди, которые по соглашению могут прийти в школу условно, они, ну, должны уже сейчас отдавать себе отчет, что это сложная специальность, и тут, если ты подписал договор, да, ну, всяко может сложиться, не знаю, тут очень много надо думать для того, чтобы подписать подобный договор, именно вот работать потом в школе. Ну, мне кажется, в сфере здравоохранения примерно такая же история, да, то есть надо понимать, что ты... Это социальная профессия, тут нужно наряду со знаниями очень много души и самоотдачи. Вкладываться еще придется, да, не только знаниями, и не только работой, и не только в рабочее время. Абсолютно верно. Хорошо, Светлана Витальевна, задаю вопрос от нашего слушателя. Слушатель нас спрашивает, педагоги обласканы, говорит он, ну, вот я не знаю, так это или нет, а когда станут платить достойно дворникам школ, живем на минимальную зарплату, а качество держим, вот он говорит. Ну, дворникам школ, на самом деле, действительно огромное спасибо, потому что территории школ, если вы проедетесь по городу, учреждение социальной сферы в очень хорошем порядке. Без сомнения, эта школа такой самостоятельный механизм, и там директор вправе распоряжаться теми средствами, которые есть у нее в бюджете. А вот зарплату дополнительному персоналу директор определяет, да, там размер вознаграждения? Определять доплаты и надбавки директор может определять без сомнения. И если это человек, который работает, и эта работа очень видна, то директор вправе, конечно, установить ему дополнительные премии, надбавки. Это очень важно. Вот мы только что были сегодня в 56-й школе, и мы видим, что как директор старается, и школа развивается и с точки зрения содержания и внешне, точно так же старается весь обслуживающий персонал, потому что прекрасная территория, огромное количество высаженных цветов, и это сразу же радует и настраивает на прекрасный лад. Поэтому, конечно, те, кто... Конечно, огромное спасибо, и надеюсь, руководитель учреждения это замечает и поощрит как-то. То есть вопрос поощрения это все-таки вот к непосредственному директору? Да. Хорошо. Светлана Шумайлова в интервью у нас. Мы вернемся через две минуты и еще продолжим говорить про новинки, которые ждут школьников в этом учебном году. Мы продолжаем говорить со Светланой Шумайловой, заместителем главы администрации города Кирова о старте учебного года. Новые программы, что из новинок, ну, уже анонсировалось, да, я не знаю, насколько это там радостно для школьников. Вот мне кажется, что это очень хорошая история с астрономией, с уроками астрономии, да, я не знаю, мы ходили в планетарий, например, у нас это было в программе. Мне кажется, что это хорошая история с астрономией, потому что мы, ну, по крайней мере, мое поколение точно учились, и в 10 классе у нас была астрономия. И если педагог ее вел интересно, то расширение мировоззрения и кругозора, и какие-то вещи, связанные с творчеством, инновациями, они точно приходили к тебе. Ну, а мы все знали, что мы впереди планеты всей в этой области, в космической, поэтому еще и гордились тем, что мы живем в нашей стране. Я думаю, что эта тема может быть интересна, и мы, конечно, начинаем ее вводить постепенно. То есть не во всех школах? Это 35 часов, и сразу же с 1 сентября у нас 27-я школа, где у нас есть планетарий, где, собственно, астрономия и не прекращалась, они сразу же вводят с 1 сентября. Несколько школ, 10-я, 28-я, 70-я, 73-я вводят со второго полугодия, и в дальнейшем школы тоже к этому придут, потому как у нас есть люфт определенный, этот год, следующий год, введение вот этой астрономии. Мы посмотрим этот процесс на тех школах, которые заявлены в этом году, как опорные они взятые, и, конечно, астрономию затем будем вводить. Я думаю, что это будет правильный эксперимент, результат будет хороший. Но вот в городе Кирове я бы обратила внимание, кроме астрономии, еще на один предмет, который где-то как часть доп. образования используется, а где-то включен в программу, это программа «Истоки». Уже 63 субъекта в нашей стране эту программу вводят. Это краеведение? Это краеведение, это гражданско-патриотическое воспитание, это история, это основы религии, но вот такой симбиоз. То есть это один предмет фактически, да? Да, да. И объединены несколько сфер. Абсолютно верно. Причем есть учебники, утвержденные издательством «Просвещение», и, естественно, это утверждено Министерством образования и науки Российской Федерации. Поэтому вот эта тема, мне кажется, может принести в дальнейшем очень большой результат, когда ты учишь не только древний мир, средние века, а учишь свою родину, свой двор, свою семью, свою страну и формируешь свое мнение о том, как ты живешь. То есть там и логика, и анализ. И я думаю, вот эта программа через десятилетия, когда вы кого-то будете спрашивать сидящего здесь об этой программе, тогда можно будет уже дать какие-то хорошие результаты. Вот я уверена, что мы вышли на правильный путь с этой программой, и школы нас поддержали. И есть даже детские сады, которые захотели участвовать в данном процессе. Но это пока не обязательная история. Нет. Это по выбору. Это по выбору. Школа может включить как в обязательный компонент, так и в дополнительное образование. У нас есть и такой, и такой вариант. Мы только начинаем, поэтому посмотрим, как будет развиваться. Но я вот уверена, что принесет хороший результат. Это для ребят какого возраста? Абсолютно разного. Есть программы как для дошкольников, так и начиная с первого класса. Я думаю, это начальная школа и среднее звено. Так, правильно ли я понимаю, возвращаясь к астрономии, что в астрономии еще нет утвержденного точно решения, что в следующем году все школы обязательно будут вводить? Вы еще смотрите? В этом году, который начинается с первого сентября, у нас будет несколько школ, которые я назвала. Да, 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 мы об этом говорим. А на следующий год все школы перейдут, потому что это элемент стандарта. Понятно. А преподаватели? Преподаватели. Это одна из проблем. Когда федерация озвучила нам такое решение, мы без сомнения вернулись к тем преподавателям, которые преподавали астрономию ранее. Но вот у нас это был учитель физики. Да. Как правило, это и есть учитель физики. Поэтому учителя физики имеют возможность переподготовку пройти. Кто-то уже прошел. У нас ЦПКРО, Центр профессионального образования, который наш городской, он дает полную возможность пройти вот этот курс переподготовки для учителей, не только физики, кстати говоря. Но можно получить доп. специальность. Да, да, можно получить это доп. специальность. И в этом случае, я думаю, мы будем обеспечены кадрами в том числе, потому что сам курс не очень большой, как я уже сказала, всего 35 часов. Хорошо. Еще анонсируют наши коллеги потрясающие совершенно уроки. Уроки шахмат. Да. Чья идея это вообще? Идея тоже федеральная. Так. Это идея министра образования Российской Федерации. И уроки шахмат, на мой взгляд, это то, что может помочь многим ребятам тоже аккумулировать в себе знания по логике, математике и анализу. Ну, это идея очень хорошая. Нравится. Мне лично нравится. Мы видим, у нас есть в системе доп. образования целый клуб, шахмат, вятская ладья. И мы видим постоянный интерес и школ города, и школьников, и родителей к этой теме. Именно поэтому, как предмет, который может быть, ну, это же тоже такой предмет, не как русский, там, пять часов в неделю, да, условно, а может дать детям какое-то логическое мышление, понимание многомерности мира и сознания, изменение сознания. Я думаю, что это будет интересно. В конце концов, этот предмет детей научит правильно проигрывать, да, и правильно к проигрышам относиться, и не сдаваться, добиваться своей цели. Это тоже важно. Это очень важно, да, то, о чем вы сейчас сказали. Это очень важно, потому как думаю, что преподавателей мы как раз сможем ориентировать на и победу, и проигрыш, то есть очень много и психологии в том числе, преподавателей тоже будем учить и искать, но интерес очень высокий уже сейчас у родителей. Если об астрономии мало кто говорил из-за родителей, то шахматы — это то, что точно востребовано нашим населением на сегодня. Мне кажется, я вот не могу, конечно, за всех родителей отвечать, но мне кажется, что с точки зрения астрономии, да, это хорошо, конечно, тут звездное небо, романтика, все такое, а шахматы — это же вот как в жизни-то пригодится потом. Хорошо, что еще из новинок? Ну, основное — это стандарт. Все-таки образование — это классическая система. Новинки, о которых мы с вами сейчас проговорили, они будут в этом году. Ну, а так, все-таки школа — это не только образование, но и воспитание. Именно поэтому как развитие в этом году, конечно, получит Российское движение школьников. То, о чем мы косвенно уже упоминали. Давайте немножечко поподробнее. Есть у нас с вами минутка. Ну, вот Российское движение школьников — это... Мы, условно, родители все проводят параллель с пионерской организацией. Да, наверное, да, но на других каких-то уже идеологических основах. И, конечно, Российское движение школьников, конечно, в первую очередь ориентирует ребят на самоосознание, на осознание мира вокруг и формирование качеств личности, на волонтерство, добровольчество и гражданско-патриотическое воспитание. Я думаю, что... Участие в этом движении добровольное? Абсолютно, да. То есть мы помним, да, с пионерской организацией, вот одна, извините, один из больших и жирных минусов, да, это то, что не всех туда принимали, не всех туда принимали в первую очередь, да, и те, кого принимали во вторую, в третью или не принимали вообще, они, конечно, себя чувствовали, ну, совсем уж там. Ну, нет, это дело добровольное абсолютно, причем, конечно, мы обсуждаем это с родителями, как законными представителями наших детей, и если желание есть, и если ты даже не очень хорошо учишься, почему там в пионеры не в первую очередь, мы, может быть, еще с большим удовольствием возьмем в эту организацию, для того, чтобы занять этого ребенка делом, которое может быть ему по душе, как часто происходит в спорте, да, у нас начинается тренировка с того, что приходит ребенок и показывает тренеру дневник, как он учится, то есть это мотивация заниматься и спортом, и подтягивать свою учебу, поэтому думаю, что это важно. Получил двойку, не будешь играть в футбол, ну, или на скамейке запасной будешь сидеть, не выйдешь сегодня на поле, исправляй, и после этого вот вперед. Хорошо, информацию о том, каким образом вступить в организацию, я так понимаю, родители получают у классного руководителя. Во всех школах, да, абсолютно могут получить родители. И если у нас еще 30 секунд, я хотела бы пригласить всех родителей вместе с детьми 2-го числа на театральную площадь. Мы проводим традиционные мероприятия, презентуем все дополнительное образование, все спортивные секции, все, что есть в нашем городе для родителей и детей. Прямо там же можно на театралке не только посмотреть, изучить, сделать выбор, но и записаться в кружки и секции, что очень важно. Это очень всегда востребовано нашими родителями с детьми, и я думаю, что это будет удобно для всех. Ну, потому что в одном месте. Да, в одном месте, и посмотреть, и сделать выбор. Поэтому приглашаем всех второго на театралку в 10 утра. Спасибо, Светлане Шумайловой, заместителе главы администрации Кирова. Мы говорили о старте нового учебного года, о том, какие новинки и что из старенького интересного дождет наших учеников. Ну, собственно говоря, всех, наверное, поздравляем с началом нового учебного года, который я напомню в эту пятницу. Да, с наступающим новым учебным годом. Спасибо, Анна Лапшина, Светлана Шумайлова. До свидания. До свидания.